Приветствую еще раз всех, кто сегодня с нами, кто присоединился к нам чуть попозже и тех, кто будет смотреть нас в записи. Мы продолжаем наше путешествие по миру библиографических описаний и ссылок. И вот сегодня первый ноябрьский наш вебинар открывает нашу серию, посвященную оформлению ссылок. В октябре мы с вами разбирались с библиографическими описаниями, с библиографической записью, очень подробно прошлись по всем моментам по ГОСТу 2018. У нас было достаточно много различных вопросов на этих четырех встречах и вот пришла пора заняться ссылками. У нас также будет 4 вебинара в ноябре. Сегодня мы разбираем про ссылки вообще, про печатные издания в основном будем говорить. Следующий вебинар будет по электронным ресурсам, как оформлять ссылки на электронные ресурсы. И третий вебинар про новые медиаресурсы. Вот там мы в полной мере затронем проект ГОСТа, который будет вводиться в ГОСТ 21 по оформлению ссылок на электронные ресурсы. Посмотрим, что из него мы уже сейчас можем использовать и применять. Так как любой ГОСТ носит рекомендательный характер, мы можем при отсутствии примеров и образцов описания в реально действующих ГОСТах, проявить некий креатив, но в рамках, опять же, существующих стандартов и составлять библиографические описания и оформлять ссылки и на те ресурсы, которых в образцах, например, нет. И последняя наша встреча в ноябре будет посвящена ссылкам и немножко затронем про библиографические описания источников на иностранных языках. На прошлом вебинаре у меня был вопрос про литературу на иностранных языках. Оказалось, что интересует референсис. Вот как раз про референсис мы на последней нашей встрече поговорим. Я вам дам несколько интересных таких полезных генераторов, которые помогают для разных международных стилей оформления, которые помогут вам решать часть своих проблем при оформлении референсис для своих статей. А сегодня мы знакомимся с ссылками. Напоминаю, что наш цикл это цикл для не библиографов, поэтому глубоко и далеко в дебри мы лазить не будем. Для нас самое главное, как применять эти правила, но используя принцип целесообразности, полезности и лаконизма. Да, так чтобы это было понятно и для наших учащихся, и для тех, кто пишет и оформляет работы, и для тех, кто их проверяет, для научных руководителей и преподавателей. И четыре вопроса, которые у нас сегодня с вами будут. Это посмотрим в первой части некоторые особенности, которые характеризуют составление ссылок, которые важно учитывать и помнить, когда мы это делаем. Второе, это классификация ссылок, какие они у нас бывают. Схемы и примеры библиографических ссылок в третьем вопросе мы рассмотрим, связанные как раз с классификацией полные, краткие, первичные, повторные ссылки, комплексные, одинарные. Вот это все мы в третьем вопросе постараемся рассмотреть. И четвертое, это некоторые особенности оформления подстрочных и затекстовых ссылок. Сегодня мы будем говорить в основном про подстрочные и затекстовые ссылки, так как именно они чаще всего у нас и встречаются и в письменных студенческих работах, либо подстрочные, иногда затекстовые. Затекстовые чаще всего в магистрских ВКР. При оформлении статей, тоже нам как преподавателям напишем статьи, нам приходится оформлять ссылки, чаще всего это именно затекстовые. И при диссертационных исследованиях, по-моему, тоже затекстовые требуются, но в некоторых требованиях научных изданий мне, например, попадалось требование оформлять ссылки в виде подстрочных. То есть вот это два типа, которые чаще всего применяются, поэтому на них мы и остановимся. И переходя к следующему, уже к нашему первому вопросу, вспоминаем. ГОСТ для оформления ссылок у нас существует специальный. ГОСТ 2008, а если по правилам, то 7.05.2008, библиографическая ссылка, общие требования и правила оформления. Вот основные требования и правила, предъявляемые к ссылкам, как раз здесь и представлены. Этот стандарт и устанавливает эти правила и требования, основные виды, структуру каждого вида ссылок, их состав, место расположения в документах. И этот стандарт распространяется на все библиографические ссылки, которые применяются как в опубликованных, так и не опубликованных документах на любых носителях. Предназначение этого стандарта для редакторов, издателей и авторов. Вот это прописано в ГОСТе, поэтому для нас он как раз и подходит, здесь вопросов не возникает. Что является объектом составления библиографической ссылки? Вспоминаем, скорее всего, нам это все знакомо, но тем не менее. Все виды опубликованных и не опубликованных документов на любых носителях. Здесь используется еще по старому слову документ, хотя в Новом ГОСТе по библиографическим описаниям уже используется ресурс. Но имейте в виду, что это одно и то же. Но такое разногласие немножко между ГОСТами существует в терминологии. Составные части документов – это статьи в периодических изданиях, сборниках. Помните, у нас был вебинар по многочастным ресурсам, мы там и говорили, что это сериальные издания, которые могут быть периодические, непериодические, продолжающиеся. Вот ГОСТ на ссылки из этих изданий, он как раз относится, вот сюда они как раз попадают в этот перечень. Это цитаты, это различные части из монографических изданий. Но говорим ли мы об оформлении ссылок для публикаций в русскоязычных или зарубежных изданиях, или о ссылках в студенческих работах, в диссертационных исследованиях. Вот несколько моментов, которые важно помнить, о них мы сейчас с вами и поговорим. Первое – строительный материал, из чего строится ссылка. Вспоминаем нашу картиночку, было у нас, по-моему, на первом вебинаре, я ее уже вам показывала, да, там мы говорили про библиографические описания. А про ссылки здесь та же самая метафора может работать. Строим ли мы библиографическое описание, ой, забыла взять указку, библиографическое описание или библиографическую ссылку, набор материалов, строй материалов у нас будет один и тот же. Такое блочное строительство, да, блоки – это области описания, которые включают в себя различные элементы, это могут быть двери, окна, какая-то лепнина, балкончики, мансардики и прочее. И из того, в зависимости от того, из каких элементов мы составим вот эти наши блоки, они будут выглядеть по-разному. То же самое и с ссылками. Будет у нас два окна, будет у нас одно окно, будет у нас полная ссылка или у нас будет краткая ссылка. Все зависит от того, какие элементы мы будем использовать. Единственное, что следование областей элементов, вот эта вот структура описания, что для описания, что для ссылок, правила действуют одно и то же. Вот как они идут, так они и должны идти. И ГОСТ записи библиографического описания – это один из тех ГОСТов, на которые ГОСТ по оформлению ссылок ссылается сам. То есть в соответствии с разделом таким-то ГОСТа 7.1. Ну сейчас 7.100.2018. И знаки предписанной пунктуации те же самые у нас остаются. Это как скрепляющий раствор, чтобы наши блоки и элементы не рассыпались. То есть то, что мы на первом вебинаре с вами очень-очень подробно рассматривали, это как раз и необходимо для того, чтобы правильно оформить ссылку. Ничего нового здесь, принципиально, кардинально нового в части структуры нет. Здесь наоборот идет в сторону упрощения и уменьшения областей и элементов. И даже, кажется, когда начинаешь смотреть ссылки уже после того, как разобрались с библиографическими описаниями, гораздо проще и легче идет, потому что ну все уже знакомо. Но здесь есть вот какая вещь, связанная с ГОСТом, с введением нового ГОСТа 2018. В ГОСТе по оформлению ссылок, будем его условно называть ГОСТ 2008, в тексте самого ГОСТа идет отсылка к стандарту ГОСТ 7.1. Это библиографическое описание общей требований и правилов составления тот старый, 2003 года, который у нас уже не действует. Если посмотрите в самом ГОСТе 2008, уже есть примечание, сносочка стоит, что вместо этого ГОСТа действует ГОСТ R7.0.100.2018. То есть если нас отсылает ГОСТ по оформлению ссылок к ГОСТу 7.1, смотреть нужно не его, а ГОСТ 2018, если мы находимся на территории Российской Федерации. Для стран СНГ не поменялось ничего. Ровно так же смотрим по ГОСТу 7.1, потому что там действует он. Но если вы, живя в Казахстане, например, оформляете работу, обучаясь дистанционно в российском ВОЗе, то тогда уже ГОСТ 2018, потому что на территории Российской Федерации будет действовать он. Поэтому вот это самый, наверное, важный момент, на который стоит обратить внимание сразу и взять себе на заметку, потому что все примеры и образцы в ГОСТе по оформлению ссылок они основаны на том старом ГОСТе. В новом уже внесены изменения, и поэтому, если возникает вопрос, а как, ну вот смотрим сюда. Например, в пункте 4, в четвертом разделе, один из пунктов по полной ссылке в ГОСТе, касающихся оформления ссылок, он гласит, что полная ссылка содержит совокупность библиографических сведений о документе и предназначена для общей характеристики, идентификации, поиска документов. Похоже на библиографическое описание. И составляют полную ссылку по ГОСТ 7.1. Сразу дается отсылка. Значит, мы будем смотреть, составляя полную ссылку, занимаясь ее оформлением, не старый ГОСТ 2003, который уже не действует у нас, а новый ГОСТ 2018. Поэтому те примеры и образцы, которые приведены в ГОСТе 2008, придется посмотреть еще раз внимательно на соответствие новому ГОСТу. И следующий пункт есть еще один в этом же разделе. «Независимо от назначения ссылки, правила представления элементов библиографического описания, применение знаков предписанной пунктуации в ссылке осуществляются, и опять же идет отсылка ГОСТу 7.1, который не действует, значит, вместо него мы смотрим ГОСТ 2018». И вот то, что касается знаков предписанной пунктуации, то, что касается элементов библиографического описания, вот это мы уже смотрим по новому ГОСТу. Поэтому вот на этот момент обращайте, пожалуйста, внимание. Ну, может быть, это даже и с одной стороны сложнее, с другой стороны проще. Потому что в старом ГОСТе еще идут сокращения городов, например, М, СПБ. А раз мы, согласно этого же ГОСТа, должны составлять правила, приводить элементы описания и применять знаки предписанной пунктуации в соответствии с правилами ГОСТа библиографического описания, то, значит, мы будем ориентироваться на новый вариант. А там везде в примерах приводится уже полное написание. Москва, Санкт-Петербург и сокращение городов не приводится. Кстати, по поводу сокращения мест. Вот если вы пишете методические рекомендации или занимаетесь вопросом изучения ссылок и библиографических описаний не столько для себя, сколько, например, для того, чтобы применять это в своей преподавательской деятельности и довести до усведения студентов, исходите из двух принципов лаконизма и минимизации усилий на составлении библиографического описания и ссылок. Но при этом не забывайте, что все наши задумки должны лежать, изменения должны лежать все-таки в сфере действия и соответствия стандартам. В том же ГОСТе 2018 по поводу места издания допускаются сокращения, кроме области основного заглавия. Что касается и основного заглавия ресурса, и если мы говорим о составной части ресурса, то составной части ресурса и заглавие идентифицирующего документа, название, откуда мы взяли эту статью или этот фрагмент, сокращения не допускаются. В ГОСТе 2008 мы с этим можем сталкиваться, особенно когда речь идет о составной части ресурса, о статьях из журналов. Иногда названия журналов приводятся в сокращенном виде. Не вопросы, там, социология, а вопр-социология, по новому ГОСТу этого делать нельзя. То есть вот эти моменты тоже еще смотрите. Лучше писать полностью. По поводу места издания допускается сокращение, если вы это примете как правило и зафиксируете в своих методических рекомендациях. То есть категорически ГОСТом 2018 не запрещается прям вот нет, ни в коем случае. Да нет, не рекомендуется, да. Но в ГОСТе 2008 по описанию ссылок сокращение места издания есть. Поэтому смотрите, постарайтесь при составлении методических или актуализации методических рекомендаций для студентов, учащихся сократить вот эти расхождения. Либо мы одно принимаем, либо мы другое принимаем, исходя либо из приоритетности одного ГОСТа, либо другого ГОСТа. Но скорее все-таки, наверное, ГОСТ 2018 немножко поприоритетнее, потому что этот ГОСТ на него ссылается и к нему апеллирует. Поэтому вот такая вот немножко сложная ситуация есть. И в нашей сегодняшней презентации примеры я постаралась выстроить все-таки в соответствии с новым ГОСТом 2018, используя вот те правила, которые есть в нем. И первый вопрос. Особенности. Что важно? Восемь основных таких моментов, которые важны не библиографу. Когда мы работаем, составляя ссылки, оформляя ссылки. Ссылки даем обязательно на все виды заимствования. На прямое и на косвенное. У нас есть два вида заимствования. Когда мы цитируем точно фразу или точно кусочек, приводим из текста и заключаем его в кавычки, это обязательно дается ссылка. Но и там, где мы упоминаем кого-то или чью-то работу, мы тоже обязаны дать на это ссылку и упомянуть его в тексте. Вот это уже косвенное заимствование. На него также оформляется ссылка и также у нас пойдет в список источников этот пункт. Это соблюдение авторского права, но и ваша подстраховка при определении процента оригинальности текста. На каждый источник и обратный момент. На каждый источник из списка литературы или пристатейной библиографии в тексте работы обязательно должна быть ссылка. То есть такая перекрестная проверка. Отсюда переносим туда, оттуда проверяем, все ли у нас отражено в тексте работы и оформлено ссылкой хотя бы один раз. Хотя бы в составе комплексной ссылки, но каждый источник хотя бы один раз должен обязательно в тексте прозвучать. Виды заимствования прямое и косвенное. И на косвенное очень часто, особенно студенты этим страдают, считают ненужным давать ссылки. Ну, я же прочитал, но я же своими словами написала. Но от того, что мы своими словами написали теорию Выгодского, нашей она от этого не стала. Обязательно нужно это в тексте отразить. Знак, точка, тире. В ГОСТе написано, допускается заменять на знак точку, но чаще всего это правило уже действует так. По традиции уже стало непреклонным, и в ссылках мы точку-тире изменяем на точку. Но это не значит, что вы, если вы составляете свои методические рекомендации, обязаны прям строго следовать этому правилу. Вы можете, особенно для учащихся школ или колледжей, там, где мы только-только, или первокурсники, там, где только-только начинаем знакомиться. И вот мы изучили библиографические описания, теперь мы говорим, а вот теперь оформляем ссылку, но при этом там-то, дай бог, выучить вот эти все знаки, понять, да, не улучшить, то есть все эти знаки предписаны пунктуацией, чего, куда, зачем и как. А теперь вдруг опять мы новые правила вводим. Вот на первоначальном этапе вы можете оставить знак точку, тире. ГОСТом это допускается, опять же, учитывая рекомендательный характер, потом потихонечку, постепенно привести вот к той форме, которая уже традиционно существует, заменой точки тире на точку. А можете сразу заменить. То есть здесь смотрите уже сами, вот как удобнее, как проще сделать. Сокращение слов и словосочетание допускается во всех элементах, кроме основного заглавия документа. Вот это вот важный момент, о котором мы тоже говорили, по поводу городов. Тот же самый вопрос. Но в нашем примере мы будем писать города полностью уже по ГОСТу 2018. Вместо общего объема ресурса могут использоваться сведения о местоположении объекта ссылки. Это либо номер конкретной страницы, либо погинация. Но может быть и указание на объем ресурса, если мы даем косвенное заимствование. Ну, например, в работе мы упоминаем того же, Выгодского пишем в тексте. В своей работе Выгодский рассматривал данный вопрос в контексте. И если это, например, отдельная работа, отдельная книга, то мы можем указать весь объем, так как мы делали в библиографических описаниях, количество страниц. Но если мы сылаемся на какой-то конкретный фрагмент, то в этом случае мы должны дать уже конкретные указания либо одна страница, либо погинация страниц. Фамилии авторов. Вот это важный момент, который отличает ссылку от библиографического описания. Фамилии авторов, то есть заголовок, указанный перед заглавием в сведениях об ответственности, не повторяется. И в заголовке мы приводим имена первых трех авторов ресурса. Обязательно заголовок для тех работ, где есть один, два или три автора. Если их четыре и больше, то мы их указываем в сведениях, относящихся к ответственности. Допускается ГОСТом не использовать квадратные скобки для сведений не из предписанных источников информации. Помните, мы говорили, если мы сами формулируем какой-то элемент, установили сами на основе анализа ресурса, то мы его должны включить в квадратные скобочки. И вот у нас в прошлые разы было много таких примеров, где мы сведения, относящиеся к заголовью, например, включали в квадратные скобочки, потому что мы сами установили, что это учебное пособие или роман, или еще что-то. В данном случае ГОСТом допускается пункт 4.9.2 при оформлении ссылок вот эти квадратные скобочки не ставить. И на всем протяжении работы, тоже важный момент, должен присутствовать один тип ссылок. Не должно быть каши. Одни приведены подстрочные, другие затекстовые, третий внутри текстовые. Мне такие работы попадались, когда в одном абзаце все три типа ссылок присутствуют, причем на затекстовая ссылка, отсылка давалась на внутритекстовую ссылку. Это вообще надо умудриться сделать, но человек умудрился это сделать. Я понимаю, что просто скопировал из разных работ, ему сказали, расставь ссылки правильно, он просто взял и везде добавил отсылочки. Вот поэтому очень важно понять, с каким типом ссылок мы работаем, и не путать их. Предписанные источники информации те же самые у нас остаются для оформления ссылок, что и для библиографического описания, но основное это, конечно, сам текст, тот кусочек, где находится заимствованный нами фрагмент документа. При разночтениях предпочтение отдает сведение на титульном листе. Этот вопрос мы тоже с вами разбирали, на нем останавливаться долго не будем. Все ровно то же самое и действует. И напоминаю, что титул и оборот титульного листа у нас уравнены в правах, и вот основные места, какую информацию, откуда мы можем взять. Сведения с оборота титульного листа, вот этот вот макет аннотированной карточки, здесь тоже могут содержаться наши сведения, и титульный лист. Но если вот здесь и вот здесь разночтения будут, все-таки преимущество то, что на титульном листе. Но в примечаниях мы напишем, что на обороте титульного листа указано вот так. Иногда бывают ошибки. Такое встречается. И, наконец, классификация ссылок. Она, в принципе, нам знакома. Пройдемся по ней достаточно быстро, еще раз освежим в памяти. По месторасположению в документе. Ссылки могут быть подстрочные, внутритекстовые или затекстовые. Ну и самого названия уже понятно, что подстрочная оформляется сноской в документе. Обязательно не ручками выставляем, а через функцию оформления ссылки сноски в вордовском документе. И записывается у нас внизу страница. Вот так она будет выглядеть. Сокращенный вариант, видите, отличается от библиографического описания. В конце, в этом случае, если используются подстрочные ссылки, в конце оформляется список использованной литературы. И там уже оформление идет по ГОСТу 2018. Видите, здесь у нас нет тире, у нас осталась точка. И сократилось количество элементов. У нас есть заголовок, у нас есть заглавие, у нас есть сведения, относящиеся к заглавию. Мы поясняем, что это здесь, есть необходимость пояснить, что это все-таки справочник, а не статья, не книга, не что-то другое. Это место издания, год и количество страниц. Внутри текстовая ссылка. Все ровно то же самое, но у нас она в круглых скобочках, и она идет внутри текста. Рассказываем, рассказываем. Нужно дать ссылку. Мы не ставим сноску, а прямо там же в тексте, в круглых скобочках мы это записываем. И также будет в список источников у нас пойдет уже полное, ну, как сказать, расширенное библиографическое описание. Вот там уже будут и СБНы, сведения об ответственности и прочие вещи, которые необходимы. Вот это уже у нас будет в нашем списке источников. И за текстовая, самая любимая, наверное, ссылка, часто применяется. В тексте ставится отсылка, либо вот так, отсылка к номеру, под которым в списке идет у нас уже сам текст ссылки, либо к номеру еще добавляется страница. Но опять же, в зависимости от того, упоминаем ли мы просто в косвенном нашем цитировании этот источник, либо мы ссылаемся на конкретную цитату. Здесь у нас стоят кавычки, и тогда мы должны указать, с какой страницы мы это взяли. Хотя в некоторых научных изданиях сейчас магистранты, аспиранты, соискатели сталкиваются с тем, что когда они пишут по правилам вот так, им издательств говорят, не, не надо страницы, просто напишите номер источника и поставьте его вот так. Окей, хорошо, не спорьте. Если вам важно, чтобы ваша статья вышла быстро, не спорьте, просто поубирайте страницы, но вариант со страницами оставьте, потому что в другом издании вам могут сказать, «Эй, нет, дорогой товарищ, вот сюда, а с какой страницы вы взяли эту цитату?» Поэтому делаем копию, там просто убираем страницы и отсылаем так. Ну, вот да, иногда такое бывает. Хотя по правилам для прямого цитирования должны быть указаны страницы. Было вопрос о подстрочной только точке. Опять же, Ирина, вот то, о чем я вам говорила, можно оставить точку тире, но вы смотрите по методическим рекомендациям. Вообще в ссылках принято заменять точку тире на точку, и все примеры в том же ГОСТе 2008, они идут с точкой, поэтому мы в наших примерах тоже здесь будем рассматривать с заменой на точку. Да, меняются на точку, но если для начинающих, если для школьников, если для колледжа или студентов, первокурсников, которые только-только начинают, вы можете на первых порах оставить, например, точку тире, вот когда они к структуре привыкнут, вот тогда можно потихонечку убрать, например, тире. Да, естественно, единообразие должно быть по всему списку, либо по всем ссылкам, поэтому если принимается решение, это не значит, что один преподаватель захотел так, а другой преподаватель захотел вот это, должна быть некая согласованность, хотя бы на уровне деканата факультета кафедры должны быть единые требования, я же не говорю про ВУЗ, единые методические требования, где будет четко прописано, заменяем или не заменяем. Редко когда заменяют, не заменяют, оставляют, но возможность такая есть, поэтому говорю, не пугайтесь, если вдруг... Принцип единообразия, так же, как для библиографических описаний, начали оформлять по одним правилам, вот будьте добры следовать им по всему документу, по всем работам, которые под эти методические рекомендации подпадают. Каши не должно быть ни внутри одной работы, ни у разных учеников, например, которые выполняют одну и ту же работу и задают там курсовой проект или рефераты. Вот этого быть не должно. По повторяемости и по полноте описания. Полнота описания часто зависит от того, какой у нас является ссылка. Первичный или повторный. Первичные ссылки, как правило, они называются полные по полноте описания. Только, пожалуйста, не переусердствуйте и слишком формально не подходите к этому вопросу. Первичная ссылка должна быть полная, и мы начинаем требовать, чтобы дали полное описание в соответствии с ГОС-2018. Но тут же сказано, что полно. Вот давай мне со всеми библиографии, иллюстрации и все прочие нюансы. Нет, нет, нет. Полное имеется в виду, что в ней содержится максимум информации о данном ресурсе. То есть вот, например, вот так мы можем привести. У нас есть заголовок, у нас есть заглавие. Вот если мы приняли решение, что наш список источников будет по ГОС-2018, и мы по нему составляем список источников, вот первичная ссылка должна заимствовать все вот эти вот описания, когда первый раз у нас появляется в тексте эта ссылка, вот все оттуда, она должна заимствовать здесь, но опять же с условием. Заголовок должен быть, заглавие, сведения, относящиеся к изданию, да, пояснение, что это за великая книга такая, а вдруг христоматия. сведения об издании, если они есть, место издания, да, издательство, да, год, да, страницы, погенация или конкретная страница, да, и СБН, вот с СБНом, в ГОСе написано, что да, для первичной ссылки СБН, да, но в самом же ГОСе очень часто он опускается, и в принципе его в самой ссылке можно опустить. Он у нас будет в списке источников, вот там это обязательный элемент, вот там он обязательно должен быть. В ссылках редко встречается, когда требование, вот к первичной ссылке, чтобы еще указывали СБН. Опять же, посмотрите, кто ваш студент. Для магистров и аспирантов, ну, можно оставить. Для школьников, ну, не мучайте вы их СБНом, 40 раз писать одно и то же, да, оставляем просто на физической характеристике. И в самих, кстати, примерах, которые приведены в ГОСТе 2008, обычно на физической характеристике и заканчиваются. Хотя написано одно, но вот, вот так вот. Поэтому СБН обязательно в списке источников, в ссылках считается, что да, но чаще всего опускается даже в самом ГОСТе. После издательства перед годом Татьяна Мясникова, по тем же правилам, как библиографические описания, те же самые знаки, только точка тире, вот это вот тире у нас исчезает, остается только точка. Нет, и мы про это уже говорили, за косой чертой не повторяется, в ссылках не повторяется. Повторная ссылка, она совсем краткая. Здесь вообще чудо великое и удобство для нас. Заголовок, заглавие и та страница, откуда мы это взяли. Потому что мы уже полные необходимые данные об этом источнике, наши первичные ссылки привели. Во второй остается заголовок, если он есть, конечно, заглавие. Вот если только под заглавием, иногда добавляют место, место издания и год и страниц или количество страниц. Пропущенные элементы по тем же самым правилам, как мы с вами смотрели при библиографическом описании, когда знакомились со знаками пунктуации, мы говорили, что можно опускать элементы. Вот здесь мы их опускаем. И отделяя двумя пробелами, это библиографический знак, ставим знак троиточа. Вот все, мы вот это вот опустили, мы знаем, увидев вот эту ссылку, что это повторное, значит, где-то у нас уже это цитировалось ранее. Авторов, несколько авторов в заголовке. Коллеги, только что про это говорили. Несколько авторов в заголовке. Один, два, три. Остальные у нас уходят в закосую черту. Поэтому, если у вас больше четырех авторов, здесь делайте просто под заглавием. Структура открылась. Вот здесь, в повторные ссылки. Здесь делайте под заглавием, если у вас больше четырех. Так и делаем. По количеству объектов. Ссылка может быть одинарная, может быть комплексная. Одинарная на одну книгу авторов. Сейчас про это расскажем. Наталья, сейчас. Сейчас все покажу. Вот на один источник. Но у нас может быть еще и комплексная ссылка. Когда, например, у нас мы ссылаемся. Очень часто это идет в первой части введения, когда дается обзор научной литературы, посвященной какому-то вопросу, либо научной степени разработанности, тематики. Кто еще писал на эту тему, вот в этом аспекте рассматривали такие авторы, в этом аспекте такие, в этом аспекте такие, а я вот с этой стороны зайду. Вот здесь, чтобы не перечислять это в тексте и не делать ссылку на каждого автора отдельной строкой, делают комплексную ссылку. Ее можно сделать и для затекстовых, и для подстрочных ссылок. Можно такую комплексную ссылку оформить. Вот вы перечислили там в работах, например, у нас одного коллектива авторов вышло несколько работ, или вот здесь несколько работ одного коллектива авторов, и автор еще отдельно сам что-то написал. Вот таким образом мы можем их скомбинировать и дать одну ссылку как бы на всех. Вот это вот комбинированная ссылка. Но в списке источников у нас, конечно, пойдут, авторы должны идти отдельно. И схемы, и примеры библиографических ссылок. Вот теперь про затекстовые. Начнем с них. Чаще всего самые любимые, чаще всего в научных изданиях их требуют, в магистрских работах. Курсовые, студенческие, как-то больше принято писать с подстрочными ссылками, про них тоже посмотрим. Но начнем с затекстовых. Вот здесь очень есть один сложный момент, на котором мы немножко с вами запинаемся. Павел Пирогов пишут. Сейчас покажу, где. В повторной сноске покажу, где. И как это можно сокращать. Так что не волнуйтесь, коллеги, сейчас все расскажу и покажу. Затекстовая ссылка. Вот это не затекстовая ссылка. Это не затекстовая ссылка. Кстати, что у нас здесь неправильно указано? Или это ссылка на что? На номер страницы 5-го источника или на источники 5-145? На страницу. Непонятно. Да, 2-го источника. Ага. Ага. Смотрите, должен быть указан номер источника. Вот сейчас чуть попозже я вам покажу. Тогда уже сможем ответить на этот вопрос. Посмотрим, у нас такой пример будет. Является ли отсылка комплексной? Отсылка может быть тоже комплексной, а может быть одиночной. Опять же, из контекста нам не хватает информации. Если это была прямая цитата, например, то здесь нам не хватает буковки S. После запятой нам не хватает буковки S. Если это несколько источников, тогда мы чуть попозже, запомните этот момент, мы его чуть попозже разберем. Так вот, у нас в тексте стоит отсылка. Это не внутритекстовая ссылка. Внутритекстовая – это когда мы целиком пишем вот это и в круглые скобочки берем. А бах! Вот это у нас внутри текста сама ссылка прошита. Затекстовая ссылка – это все, что в этом красном квадратике. Она разделена на две части. Отсылка в тексте, а за текстом вынесена, поэтому называется выноска, сам текст этой ссылки. То есть здесь мы просто пишем номер источника, номер, под которым идет в списке ссылок вот это вот сам текст самой ссылки. Поэтому вот эта часть оформляется по ГОСТу 2008. Но в самом ГОСТе написано, что список за текст выносок, за текстовых ссылок, вот это вот, списком источников, используемой литературой или библиографическим списком, к работе не является. Поэтому у нас должен быть еще второй список, список источников. Вот тот, который и будет списком использованной литературы, оформленной уже по ГОСТу 2018. Чувствуете, вот это по 2008. Это сам текст ссылки. Просто мы ее указываем не внизу страниц, как в подстрочной, а мы ее за текст в ссылку отправили. Ссылку отправили в ссылку. Но нам же надо где-то еще список источников предъявить. И вот мы тогда должны сделать еще один. Это один вариант, как можно оформлять работу. Но есть и хорошая новость. В том же ГОСТе, запугало, да? С двумя, представляете, по двум ГОСТам надо оформлять и то, и другое. По двум ГОСТам. Несчастные студенты, а потом научные руководители, мучаются там, ставим тире, здесь не ставим тире, тут добавляем, здесь не указываем, здесь указываем. Жуть, правда? Так вот. Есть... Ага, Наталья Шапошникова. Испугались, да? Да, по правилам делать два списка. Но. Сейчас я вам скажу одну хорошую штуку. Прямо запоминайте, записывайте себе напоминалки, потом посмотрите, прочитайте в ГОСТе. В ГОСТе 2008. По оформлению ссылок. Есть замечательное примечание к пункту 4.13, которым очень часто пользуются. Отсылки могут быть, вот эти, которые у нас в квадратных скобочках, могут быть использованы для связи текста документа с библиографическим списком или библиографическим указателем, содержащимся в документе. Поэтому, чтобы не мучить несчастных студентов и еще более несчастных научных руководителей, одним это писать, другим это все проверять в немеряных количествах, в учебных заведениях, очень частые распространенные случаи использования вот этого примечания. Что делают? Вот эту часть опускают, отсылки мы в тексте ставим, да, вот единственное, что оформляем правильно, отсылки и оформляем список источников по ГОСТу 2018. Отсылка дается, только тогда это называется не отсылка, дается на список источников и, как мы уже с вами проходили, вот по всем этим правилам мы его один раз оформляем. Вот поэтому за текстовые ссылки очень любят делать. В научных, для студенческих работ, это частый вариант, с которым приходится сталкиваться, говорят, а можно ли так сделать. Вот есть примечание к фону, кто 4, сейчас скажу, 4.13, которым можно воспользоваться. И тогда у вас будет не два списка, а один список. Либо вот этот традиционный вариант, список ссылок, а потом еще список использованных источников по ГОСТу 2018. Думайте сами, надо вам мучить студентов или нужно ли вам мучить, тем более мучить научных руководителей. Поэтому вот, но в методических рекомендациях коллеги не забудьте это прописать. На основании чего вы это решение приняли, чтобы было понятно. Или для себя держите, чтобы если спросят, вы могли объяснить, почему именно так. Поэтому за текстовые ссылки очень любят и очень часто используют, что здесь поменьше оформления, поменьше, но тем не менее, когда мы оформляем за текстовые ссылки для статьи научно-периодические издания, от нас требуется вот эта часть. Поэтому ее мы сегодня и рассмотрим. Вот с этим вы можете столкнуться точно. Там уже нет, чаще всего не ГОСТ 2018, а по ГОСТу 2008, и нам придется вот по этой схеме оформлять за текстовые ссылки, уже для своих печатных работ или совместных со студентами, но для научных печатных изданий. Значит, по структуре ссылок, за текстовая. Сложного здесь ничего нет. Вот все элементы, все области, знаки предписанной пунктуации, все это идет из нашего первого вебинара. По структуре и знаком предписанной пунктуации, где чего применяется, где как используется. По структуре. За текстовую ссылку мы можем оформить несколькими вариантами. Смотрите. Например, в тексте у нас идет вот так. Что-то мы написали, и в конце ставим номер, под которым идет эта ссылка в списке. Ссылок. Либо мы можем второй вариант, и вот так у нас это будет в списке отражено. Либо второй вариант мы можем указать вот так. Видите, вот они у нас. После запятой, s маленькая. Почему s маленькая? Потому что после запятой, это как бы, да, s большую мы ставим либо только вот здесь. Только вот здесь, потому что здесь у нас это другая область. После точки идет. После запятой s маленькая. Просто запомните, так же, как в русском языке, это после запятой с маленькой буквы, после точки с большой. С номером страницы. Значит, схема расположена на 15-й странице. И маленькое вот дополнение. Смотрите. Если ссылка идет на составную часть ресурса, то в самой отсылке мы указываем страницу, с которой мы взяли эту цитату. Страница, например, 24 из статьи Бердяева. А в самой затекстовой ссылке, где мы будем приводить заголовок, заглавие статьи, с какого источника взято, там номер, год номера здания. И вот там уже мы указываем s большую. Помните, библиографическое описание, место положения составной части ресурса в идентифицирующем документе. Там мы пишем с большой буквы и указываем по геннадцу те страницы, на которых эта статья расположена. Здесь конкретно статья, а здесь мы указываем весь объем этой статьи. Вот, может быть, самая великая сложность, связанная с затекстовыми ссылками. После запятой с маленькой, после точки с большой, как в русском языке. Но если мы делаем затекстовую ссылку, оформляем здесь отсылкой о списке источников по ГОСТу 2018, вот как у нас это будет выглядеть. Ровно так же, как нормальное библиографическое описание. Здесь уже наши все точки тире, все как положено, количество страниц и СБН. Но здесь мы указали конкретную страницу, откуда мы взяли этот фрагмент. Здесь конкретно, здесь общее количество, либо по геннадцу, есть ли эта статья. То есть здесь ничего сложного нет. Наш уже пройденный этап в октябре, вот он здесь, и просто делаем отсылку. Вот и все. Затекстовые ссылки самые милые. Комплексные ссылки. А вот теперь смотрите. Помните наш 5.145? Скорее всего, там у нас что было? Пропущенная буковка С. И должна была быть указана страница 145. Потому что если мы используем комплексную ссылку, мы делаем и комплексную отсылку к нескольким источникам. Например, в тексте мы указываем, что несколько авторов придерживаются той же точки зрения и указываем, в каких работах. То есть мы ставим номера, а выноски вот они у нас уже под этими номерами идут, и мы даем их ссылки на эти работы. Разные группы отделяются знаком точка запятой. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, то вот эту группу сведений разделяют знаком точка запятой, чтобы не путать со страницами. Вот если страница, то запятая. А здесь примерно то же самое, как, помните, в сведениях об ответственности, когда мы пишем группа авторов. Вот мы их написали, а потом через отделенные пробелами с двух сторон, библиографические знаки, поставим точку запятой, а дальше у нас пошла информация про редакторов. Вот редакторы закончились, опять пробел, точка запятой, пробел, там про иллюстраторов или про переводчиков. То есть разные группы участников мы разделяли знаком точкой запятой. А потом точка запятой у нас пошла про выпускающую какую-то организацию, которая имела отношение к выпуску этого издания. Вот здесь то же самое. Разные источники в этом случае просто отделяем знаком точкой запятой. Можно по аналогии запомнить. В нашем примере мы приводим в тексте косвенное цитирование, поэтому мы просто ограничиваемся номерами пунктов в списке и отделяем их нужным знаком. Выноски. Ссылка на каждый источник у нас шла под своим номером. Но также может быть приведена ссылка и как комплексная и выноски. Сделать это можно, например, вот так. Правда, в этом случае у нас возникает вопрос, как мы потом будем давать ссылки на какой-то из этих источников, если нам надо сослаться, например, на один из них. Мы же их объединили в комплекс. Поэтому вот этот способ практически не используется при нумерованном списке выносок или списка. Но если список не нумерованный, он вполне применим. Значит, смотрите, вот этот список затекстовых ссылок, он, мы сейчас говорим не про ГОС-2018, а именно про затекстовые, да, про выноски. Он может быть либо нумерованный, либо ненумерованный. Тогда он идет либо в порядке появления в тексте, такой хронологический порядок, по мере первого появления в тексте упоминания автора без алфавита, либо, наоборот, выстраивается в алфавитном порядке, но при этом не нумеруется. Вот в случае ненумерованных списков вот этот вариант комплексных ссылок очень удобен. В этом случае ненумерованного списка затекстовых ссылок выносок возможно такой вариант. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, у нас номеров уже нет, привязываться не к чему, а как его сделать? Группы сведений также разделяются знаком точкой, запятой, и в самих отсылках записывается вот так, как мы привели это в примере. Заголовок, автор, дальше у нас идет год, может быть, да, может быть автор и просто указание страниц, но если у нас, например, одного автора несколько, причем указывается, смотрите, без инициалов, инициалы добавляются только в том случае, если есть, например, однофамильцы, год и страницы. Год мы здесь указываем в том случае, если у нас, например, вот этого автора, видите, есть две книги разных годов, и вот мы указываем, что вот на эту мы ссылаемся вот здесь, на страницу 76. А так обычно автор и фамилия автора или авторов, если их несколько, и указание страницы или погенация страниц, откуда мы взяли эту цитату. Если это отдельный том из многотомника, то просто без заглавия, то мы можем просто сослаться, указать том, том 3, том 2 и так далее. Вот таким вот образом может оформляться комплексная ссылка. При, в отсылках. Если комплексная ссылка на произведение одного автора, то чтобы не писать его здесь несколько раз, то пишется его же, его же, его же. Либо второй вариант, как это может быть, опять же, через точку запятой, точка запятой показывает, что это совершенно другая книга, но того же автора. Либо еще один вариант оформления за текстовой комплексной ссылки, выноски, ставится двоеточие после инициалов автора и ставится номером. Не его же пишется, а просто номер 1, 2, 3. Может быть, это даже удобнее. То и другое равнозначно. И вот этот способ, и этот способ. Но опять же, про точку запятой не забываем. Точка запятой отделяет разные книги друг от друга. Помните, у нас был вебинар про многочастный ресурс, когда мы говорили о писании многотомников, подбор. И там через точку запятой мы даем информацию о разных томах, но это идет на одном уровне. После основного описания у нас точка запятой, том второй, точка запятой, том третий. И даем их информацию. Вот примерно то же самое. Здесь по отношению просто к другим книгам автора, одного и того же автора. И про подстрочные ссылки. По структуре. Я вот здесь вам привела такую примерную схему, схемы по ГОСТу 2008. На книгу одного, двух, трех, четырех и более авторов. Вот, спрашивали, а есть ли несколько авторов. Есть ли у нас книга нескольких авторов, четырех и более. Название указываем сюда, то есть под заглавием. И здесь указываем авторов уже в сведениях об ответственности. Вот это сделали по ГОСТу 2008. Но смотрите, в ГОСТе 2018 там изменено правило указания авторов за косой чертой. Поэтому смотрите внимательно в тех методических рекомендациях, которые у вас есть по оформлению ссылок. Там может быть уже новое правило действовать, когда мы указываем четырех авторов всех. А вот если пять и более, тогда первых трех. И тогда уже вставляем слова и дыре. Вот это тоже момент, на который обратите внимание, если будете писать методические рекомендации. Здесь я специально оставила по ГОСТу 2008. Вот как там приведено сейчас по этому ГОСТу. Возможно, его придется и поменять на ГОСТ 2018. И то же самое, минимум остается в подстрочной ссылке. Заглавие. Сведения, относящиеся к заглавию. Сведения об издании. Да, если они есть. Второе, двадцать пятое, сто двадцать восьмое. Переработанное, исправленное, переписанное. Место издания. Да. Издательство. Да. Год. Да, физическая характеристика. Да. В первичной. Вот. Минимум сведений у нас остается в ссылке. Вот как это у нас может выглядеть. Да. В тексте имеется в виду вот под страницей, под страницей текста мы даем сноска и оформляем это вот в таком виде. Но в списке источников, который у нас пойдет по ГОСТу 2018, мы даем уже полное описание, расширенное или краткое, по ГОСТу 2018. Да, вот все необходимые дополнительные сведения мы сюда указываем минимум. И по структуре ссылок еще напоминание про указания страниц. Вот так мы можем указывать, как в первом примере. Это разные варианты указания в области физической характеристики. Все зависит от того, на что и как мы ссылаемся. Первый вариант – это косвенное цитирование, поэтому мы можем указать объем ресурса. Во втором – это точное цитирование, выделенное в тексте кавычками, поэтому мы указываем номер страницы, местоположение, заимствованное вот этого фразы или фрагмента в источнике. Таблицы, рисунка и так далее. А в третьем варианте – это либо цитата, например, разорвана, начинается на одной странице, заканчивается на другой, либо таблица переходит с одной страницы на другую, мы ее приводим целиком и полностью, но такое бывает, стараются этого не делать, но если вдруг список, например, какой-то, тогда мы указываем вот таким образом. Поэтому у нас здесь погенация. Только, пожалуйста, смотрите, у вас не должно быть так, 53-82. Вопрос возникает. Что же за цитата такая на 30 лишних страниц? Интересная. Только вот в этом случае. Либо, если у нас составная часть ресурса, мы по генации тоже указываем полный объем этой статьи. Если мы ссылаемся, ну, тогда он приравнивается вот к этому первому варианту. Здесь мы тоже можем привести по генацию, если мы ссылаемся на какую-то статью, как на составную часть ресурса в целом. При комплексной ссылке все то же самое. Мы можем также указать, например, мы ссылаемся на работы, несколько работ одного автора. Мы точно также можем указать либо через нумерацию, либо повторяя его же, их же в нашей комплексной отсылке. Комплексную отсылку удобно давать. Первичная и повторная ссылки. Подстрочные. Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в сокращенной форме. Но при условии, что все необходимые данные у нас уже были приведены в первичной. Вот если мы это привели, вот как мы с вами смотрели, можно за счет использования трех точек, отделенных знаком пробелов, сократить описание в повторные ссылки. Предписанный знак, точку, тире, разделяющий области библиографического описания в повторной библиографической ссылке точно заменяют точкой. Вот это в ГОСТе прописано. Это пункт 8.3. То есть если мы даже первичную ссылку приводили по описанию ГОСТа 2018, в повторной ссылке заменяется на точку. Не спрашивайте меня, зачем и почему. Ну вот так. В повторной ссылке, которая содержит документ, созданный одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, заголовки всех трех авторов, если их или двух, или одного, основное заглавие и соответствующие страницы. В повторной ссылке на документ, созданный четырьмя и более авторами, или там, где у нас авторов нет, мы приводим под заглавием, то приводят основное заглавие и страницы, еще проще. Длинные заглавие тоже допускается сокращать, также используем многоточие с пробелом до и после предписанного знака, но смотрите, чтобы при сокращении заглавия смысл не потерялся. Что можно, то сокращаем, что нельзя, то нет. В повторной ссылке больше страниц, чем в первичной. Да, больше, чем в первичной, абсолютно верно. 76-я страница, единичка у нас вкралась, и она здесь лишняя, давайте мы ее сразу исправим. Вот, молодцы, кто-то под конец у нас не заснул. Так, сейчас я попробую вот так вот. Ай. Так, получится у нас, да, вот, вот так вот, 76. Теперь, Игорь Кравцов, теперь все нормально? Все нормально у нас стало? Да, страницы на месте, укладываются они? Вот, да, вот эта вещь, кстати, коллеги, которую потом хорошо бы перепроверять, да, потому что иногда единичка вкрадется, двоечка, ага, спасибо за бдительность, двоечка вылезет не та, да, перепутается, поэтому на проверку, коллеги, на проверку оформления ссылок и списков источников отводите время, а еще лучше делать такую перекрестную проверку, копирироваться с кем-то, чтобы перепроверять друг у друга хотя бы, знаете, чтобы глаз не замыливался, как говорят, помните, место встречи изменить нельзя, да? Каким бы опытным снайпер ни был, к нему всегда посылают наблюдателя, потому что у снайпера от долгого наблюдения глаз можно замылиться. Вам может оказаться, что вы написали все правильно, а потом вдруг бац, единичка-то вылезла или осталась, или нечаянно на клавиатуре бывает, промахиваешься и дополнительно какую-нибудь цифру или букву пропечатаешь. Поэтому очень хорошо, когда есть вот такой вот перекрестный проверочный момент, да, ну и заодно сами обучаемся. Я иногда студентам даю поменяться работами и проверить, не читая, не вдаваясь в смысл работ, например, какой-нибудь реферат, мы пишем, доклад, проверить чисто оформление на дополнительный балл, такой перевью. Вот это здесь очень хорошо можно устраивать. И, наконец, про сокращение, про некоторые особенности оформления наших ссылок. Ссылка на отдельный том из многотомника. Первичная подстрочная ссылка. В описании по ГОСТу 2018 у нас будет вот так. Под общим заглавием мы делаем, да, в двух томах. Том 2, книга 3, частное заглавие мы приводим вот сюда. У нас получается такое, помните, длинное заглавие под длинным заглавием. Поэтому в область серии мы ничего не пишем. В подстрочной первичной ссылке у нас будет заголовок. У нас будет под общим заглавием Москва, юрист 2007, а потом идет информация о конкретном томе. То есть вот здесь можно, да, вот они ставятся после года. Том, книга и уже страница приводится к этой книге. Да, вот есть такой здесь тоже момент. Особый. Давайте я его сейчас тоже так вот выделим. Вот то, что приведено у нас вот здесь. Конкретный том, книга, выпуск, номер, серия. Они уходят. Ссылки встают после года. Вот сюда. Вклиниваются между годом и страницами. Потому что после года у нас должны идти и страницы. А конкретный том вклинивается вот сюда. Вот так вот. Переезжает после года. Вот это вот самый, наверное, сложный момент при описании многотомного ссылки, оформлении ссылки на конкретные фрагменты или на конкретный том из многотомника. Все остальное делается по тем же правилам. У нас прям отдельный вебинар был по многочастным ресурсам, где мы разбирали многотомники. Вот ровно так же, но в первичной подстрочной ссылке. Единственное, что вот переезжает назад. Все. Вот схема. Подстрочная, первичная и повторная ссылка. В первичной, вот мы все перевезли куда нужно, перенесли количество страниц. В повторной ссылке у нас остается только заголовок, если он есть. Заглавие. Если нет автора или больше четырех, у нас остается просто заглавие. Обозначение и номер тома, части, книги, выпуска и так далее. Все через точки. Вот здесь ставится запятая, потому что это вот единый блок. Том второй, книга третья, часть первая. Тогда бы у нас здесь была еще после троечки запятая. Написано Ч1, да, часть первая. И потом уже количество страниц. Все. Вот так вот выглядит повторная ссылка на многотомник. На отдельный том многочастного ресурса, да, на многотомного издания. Про сокращение. Спрашивали, указ СОЧ указывать или не указывать, когда указывать и как указывать. Вот все варианты, которые у нас могут быть. При последовательном, когда указывать там же. При последовательном расположении первичной и повторной ссылок на один и тот же документ, текст повторной ссылки заменяют словами там же. Как в нашем примере. Вот идет два, и тут же мы ссылаемся на ту же работу, на другую страницу. Мы можем написать там же. Но если они последовательные. В повторной ссылке на другую страницу того же источника. К словам там же добавляют номер страницы. Вот так же, как у нас. В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ. Но не следующих за первичной ссылкой приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним элементы, которые повторяются, изменяют словами указанное сочинение. В сокращении указ СОЧ. Либо цитируемое сочинение ЦИТ СОЧ. Приведенный совсем ниже пример, опус цитата, это для документов на иностранных языках. Вот повторная ссылка. Если мы ссылаемся на других страницах между вот этой и вот этой ссылками, видите, у нас было еще 20 ссылок. И мы опять ссылаемся на эту уже. Мы можем сократить, указать заголовок автора. Если 2, значит 2, если 3, значит 3. Если под заглавием авторов 4 и больше, либо нет авторов, да, просто под заглавием, тогда указываем заглавие. Вместо автора у нас будет заглавие. Указанное сочинение. Страница 47. Ну, вот для авторов, да, вот так вот можно при наличии заголовка делать спокойно, сокращать и дальше уже повторные ссылки не писать. Да, только автор и цитируемое или указанное сочинение. На разные публикации из одного сериального издания мы тоже можем давать вот такое же, там же не писать. Если мы несколько статей берем из одного и того же журнала, например, у нас «Философский вестник», 4 номер за 2014 год, и вот мы взяли несколько статей оттуда. Мы можем вот эту часть об идентифицирующем документе опустить. Мы пишем только то, что отличается. Авторы у нас отличаются, названия статей отличаются, страницы у нас отличаются, а вот источник у нас остался тот же самый. Поэтому мы можем заменить на «там же». Но опять же, если они последовательные, повторные, последовательные, идут друг за другом, тогда мы это можем сделать. Если нет, тогда мы этого сделать уже не сможем. На составную часть ресурса «Периодическое издание». Если в тексте мы не даем сведения об идентифицирующем документе и указываем недостаточно сведений, чтобы идентифицировать составную часть, то эти сведения мы указываем в ссылке. Ну вот мы назвали автора, но дальше мы пошли обсуждать вопрос. Поэтому в подстрочной ссылке мы указываем и автора, и заглавие статьи, и за двумя косыми чертами сведения об идентифицирующем ресурсе. То есть название журнала не сокращаем. Вот здесь в «ГОСТИ 2008» есть примеры, когда сокращается. Мы помним, что название журналов мы не сокращаем, пишем полностью год, номер и страниц, где расположена эта статья, потому что у нас косвенное заимствование. Мы рассуждаем на эту тему. Вот мы ее указали в ссылке. Но мы можем и здесь, и даже в первичной ссылке сделать сокращение «Я». Вот наш первый предыдущий вариант. А вот если мы в тексте написали бы вот так. В своей статье, название статьи, «Автор» указали, рассматривает вопросы такие-то, такие-то. Делаем сноску. И вот здесь мы можем уже не повторять то, что прозвучало в тексте. Автора и заглавие мы можем опустить. Мы можем написать только «Социология 2008», номер третьей страницы, такие-то. Дать сведения об идентифицирующем документе. «ГОСТ» это разрешает нам сделать. Вот такая хитрость есть. Подстрочная, это даже при первичной ссылке можем сделать. Повторная подстрочная ссылка на составную часть ресурса, если она не последовательная. Вот здесь у нас была первичная, вторая шла, а это идет вообще 28-я, мы опять ссылаемся на этот же источник. Мы можем не переписывать все вот это. Мы можем указать только автора, заглавие и страницы. Даже на составную часть ресурса. Такое тоже в ГОСТе у нас разрешается. И пара примеров на нормативные ресурсы. На нормативные ресурсы. В повторных ссылках на нормативные документы по, например, вот различные ГОСТы, ОСТы, стандарты и прочее. Приводится обозначение документа, его номер, включая дату утверждения, страницы. В подстрочных ссылках, в первичных. Ну вот, издания, выходные данные, общие требования. Вот первая, первичная ссылка у нас приводится по всем правилам, только мы вот пишем через, здесь написано через точку. Выходные издания, выходные сведения, это общая, как бы схема, общие требования правила программления. Вот оно, заглавие у нас идет. Москва 2006, количество страниц. И вот это в скобочках, это серия, в которую выходит этот самый ГОСТ. В самой подстрочной ссылке мы приводим обозначение документа. Вот оно. Номер, дата утверждения. Вот оно. И страниц цветом я вам выделила, чего, откуда. Откуда мы взяли эту ссылку. Только здесь у нас опять чего не хватает, да? Пробела. По законодательным актам. То же самое. Вот у нас идет первичная ссылка. Заглавие ресурса и номер статьи остается у нас повторно. То есть под заглавием и ссылаемся не на номер страницы, а на номер статьи. Вот это особенность для законодательных актов. Тут речь идет о статьях. Например, здесь мы использовали статьи с такой-то под такой. Видите, сокращение у нас не С страница, а СТ статьи. И пример самый последний. Это вот что касается законодательных наших актов и нормативных документов. В самом конце нашей встречи. И пример внутри текстовой ссылки. Еще раз напоминаю, что у нас есть еще третий тип ссылок. Это внутри текстовые. Оформляются они вот так полностью. Как для подстрочной мы делали. Заголовок, заглавие, сведения об издании, место, издательство год, количество страниц. Но все это берется в круглые скобочки и вставляется в сам текст. Искать их не так часто в студенческих работах, например, используют или в дипломных проектах. Потому что искать и исправлять гораздо сложнее, чем работать с теми же подстрочными. И уж тем более намного сложнее, чем с затекстовыми. И в списке источников у нас будет выглядеть вот так. Здесь мы уже даем по правилам библиографического описания 2018 года. Ну вот основные моменты, которые нам важно знать, как не библиографом, с чем мы можем столкнуться. Конечно же, это еще не все. Но все остальное и отработку этого всего мы уже будем на нашем курсе в январе проходить. Что вас ждет, я вам написала. Примеры и шаблоны и рабочие тетради. Все у нас будет. Плюс вот эти 8, обычно курс идет месяц, туда включается 8 вебинаров, по 2 в неделю. Мы немножко его разделили. У вас получается в 2 раза больше по той же фактической цене. 16 вебинаров. Вот в октябре-ноябре мы часть теоретических проходим. Оставшиеся 8 вебинаров на курсе, это будет чисто практика. Мы будем уже с вами разбирать, работать и играть, да, и осваивать это уже на практике. Это будут вебинары-практикумы. Ну вот, коллеги, потому что если мы это все не освоим на практике, в теории оно так и останется. Вопросы так и будут постоянно возникать. Ну и обратите внимание, это курс у нас, как и все наши курсы, тоже повышение квалификации. 8 тем, идти он будет не месяц, как обычно, таким интенсивом, а 2 месяца. То есть 1 месяц мы работаем с библиографическими описаниями с января по февраль. И в феврале по 9 марта, по-моему, мы занимаемся оформлением ссылок. То есть там будет много работы, много домашних заданий. И чтобы не голопом по Европам у вас была возможность потренироваться, мы делаем один вебинар в неделю, поэтому у нас время чуть побольше будет. Ну вот, коллеги, на сегодняшний день вроде бы и все, добрались мы до конца, до окончания ссылок. На оформление ссылок разобрались с ГОСТом 2008. Вопрос был по поводу презентации. Коллеги, так как мы готовимся к нашему курсу в январе, то все презентации, все материалы, шаблоны, подсказки, скринкасты, а может быть, если успею, то и чуть-чуть генератора по описаниям, это все будет уже для участников курса. Вот там в полном объеме, включая раздаточный материал. Рабочая тетрадь у вас будет, и конспект лекций, где все подробно будет прописано, и вы сможете всем этим богатством пользоваться. Вот. И поэтому пока в октябре-ноябре у нас презентации не будет, если что-то прям вот совсем экстренно нужно, отдельные слайды можно сделать скринкастом, но опять же, коллеги, для личного пользования. Сделали вот целиком и полностью сразу свои презентации. Пожалуйста, только не вставляйте, только переделайте немножко, что ли. А так, пожалуйста, можно, да. Ну вот, коллеги, на этом мы с вами завершаем нашу встречу. В следующий раз мы с вами будем разбираться с ссылками на электронные ресурсы. А следующее, а через встречу уже поговорим про те медиаресурсы, как на них ссылаться, если нет их в образцах ни ГОСТа по описаниям, ни ГОСТа по ссылкам. Что делать здесь? Вот про это мы с вами в следующий раз уже и поговорим. Всем хорошего настроения, удачных выходных, хорошо отдохнуть. Со следующей недели снова в бой, и снова нас будут ждать библиографические описания и библиографические ссылки. Всем счастливо, всем удачи!